Это самый северный город, где действует украинское законодательство. Это последний рубеж, где развиваются сине-желтые флаги. Сегодня я исследую приграничную зону. Буквально в нескольких километрах отсюда начинается уже совсем другое государство Россия. Но пока что я хожу по украинской земле и сзади меня въездной знак в середину Буду. С этого момента начинается путешествие по самому отдаленному уголку нашей страны. Не буду изменять традициям и начну рассказ с того, как удобнее добраться в город. Поездка на автобусе из Сум – это та еще экспедиция, ведь в пути придется провести порядка пяти часов. Несмотря на свою отдаленность, середина Буду связана с другими городами области. Тут проходит Киево-Московская железная дорога. А станция Зернова является последним оплотом, где объявляют поезда на украинском языке. К слову, само село Зернова находится уже на территории Российской Федерации. Через несколько километров начинается приграничная зона. Там, согласно законодательству, снимать, фотографировать нельзя. Но вот это пропуск на безопасные съемки в Середина Буде. Середина Буда туристами не балована. Так всегда, провинциальная гармония прямо пропадает. Пропорционально удаленностей от шумных мегаполисов. 300 лет назад сюда переселились русские староверы. Они вместе с беглыми крепостными добывали потаж из дешевого сырья. В эпоху дворцовых переворотов С.Буда была известна как развитый торговый центр с винокурнями. В конце 19 века жители пятитысячного местечка услышали стук колес поездов. Завершилась постройка железнодорожной ветки Канатоп, Брянск. Времена Советов ознаменовали работу крупного завода монтажных заготовок. Но лихие 90-е стерли былую мощь Середина Буды. Середина Буды – городок маленький, тихий и небольшой. Тут проживает всего 7 тысяч человек. И согласно переписи, приблизительно 90% населения говорит на чистом русском языке, на таком же самом, как в российской Суземке. И, конечно же, этот факт делает Середина Буду таким русскоязычным анклавом на территории Сумской области. Прогулка центром города занимает около часа. Этого вполне достаточно, чтобы увидеть все основное. Мои глаза зацепил тот факт, что посреди парка расположена библиотека на свежем воздухе. Современность диктует свои правила. А печатная литература остается отдушенной повседневной суеты. Еще одним источником вдохновения является красота Полесского края. Север Избудского района – это охраняемый заповедник, который входит в состав Деснянско-Старогудского национального природного парка. Ядром парка является Старогудский лесной массив. Это бывшее Старогудское лесничество. В красном мы видим выделена заповедная зона, все рекреационная зона. Это именно для туристов. Здесь больше она ориентирована на туриста, которому интересны такие природные ресурсы, как ягоды, грибы. Сейчас, например, у нас сезон черники. Здесь человек может приехать, остановиться, пособирать черники. Польский гриб у нас очень распространенный. Белый гриб, лисички. Лес наш, он кардинально отличается от тех лесов, которые находятся в лесохозяйственных организациях, потому что здесь 20 лет не проводятся сплошные рубки в тех объемах, которых не проводятся в лесхозах. На протяжении 5 лет постоянно фиксируются медведи. Вот, то есть это не проходные медведи, которые зашли и ушли, а мы находим берлоги. Эти медведи сфиксированы на фотоловушках. Тишина, спокойствие, шум листвы, пение птиц. Вот здесь, что в первую очередь получает человек. Из холодных глубин сквозь крутые века Под ольхой горьковатой заречной Пробивается вверх голосок родника Неустанный, как жизнь бесконечной Наполняю ведерко до самых краев И душа наполняется светом От студенной воды широты Соловьев, что за листьями прячется где-то Поднимусь на пригорок И гляну кругом И вздохну беспечально и вольно Близко, близко река Мой приветливый дом Окруженный весной белоствольной Все тут рядом В ведерке вода голуба Дремлет ветер на ветках ольховых Видно, мне уготовила счастье судьба Жить в избудских местах родниковых Если вы соберетесь посетить серединобуду То обязательно включите в свой график Отдых на природе Наше родное Полесье Это подарок, который нужно научиться беречь И ценить До распада Советского Союза Каждый желающий мог спокойно Из серединобуды поехать в Зерново в гости Но уже 30 лет, практически 30 лет Как есть граница И теперь каждый желающий попасть на территорию России Должен предъявлять загранпаспорт Как только я приехал в серединобуду Оператор мобильной сети поприветствовал меня в Брянской области А все потому, что отсюда до России полтора километра Брянская область начинается сразу за парком отдыха Мерщина В моих планах подойти как можно ближе к границе И при этом желательно не познакомиться с защитниками Украины Пограничники гуляют по лесу И следят, чтобы нарушители закона, контрабандисты Не увильнули к россиянам Прошли те времена, когда местные ходили огородами В гости к родственникам на другую сторону Теперь граница пристально охраняется Если перебежать через вот это вот небольшое поле Через эту опушку леса Я уже буду в России Но туда я не пойду Ведь я законопослушный гражданин И приехал снимать ролик о серединобуде Зачем мне проблемы? Но вот ради интереса Ради вот такой вот остроты и опасности В такое место можно прийти Державный кордон Украины Дали руху? Немали Легальный путь в Россию Начинается с улицы Севской В советское время Это была обычная дорога Ведущая в соседнюю деревню Зернова Теперь пересекать границу Разрешено только жителям Сумской И Брянской областей Сейчас карантин И таможенный пункт Глухо-наглухо закрыт Тупик Здесь никак не проехать На другой стороне Развивается российский флаг А первые зерновские дома Вплотную прилегают к границе Была на российской стороне Ездила в Зернова Там мои знакомые тоже живут Общаемся мы на русском Хочем на украинский Хочем на русском На каком хочем На таком и общаемся Что тут люди Что там люди Ничем они не отличаются А в этом доме живет учительница Которая преподавала в российской Зерновской школе Сейчас Мария Петровна на пенсии Но с теплом вспоминает свою работу Вот я 50 лет Отъездила На велосипеде Было время одно Ходили автобусы От почты Там, конечно, мы себя чувствовали Как белые люди А потом все Особенно с перестройкой И рождаемость уменьшилась А рождаемость уменьшилась Наполняемость класса уменьшилась А дети ходили вот из середины Очень много ходила Кто стремился поступать в учебное заведение В Россию Необходим был русский аттестат Многие ж не живи из-за этого еще Вам когда вот нибудь говорили Что вот вы живете в Украине Но при этом работаете в России Ничего никогда не упрекали? Никогда никаких упреков Абсолютно Ну мы же всегда считались Братними народами Все жители Зернова Ходили сюда на рынок В магазины В аптеку На кладбище даже И россияне лежат И наши украинцы там лежат У нас даже когда закрывали границу На Пасху как-то, помните? Дня на три открывали Для того, чтобы люди могли посетить кладбище Да, на Пасху открывали На два-три дня Вот я сама украинка И шесть классов я заканчивала Западной Украиной Я свободно владела украинским языком Но я и сейчас понимаю Ну так сказать Шевченковский украинский язык А Юрия Ивановича вы уже видели Он писатель и директор Зерновской школы Мне просто чудом удалось его застать в Украине Я член Союза писателей России Значит, однако Я каждый год По многу раз бываю на родине Считаю ее все-таки Первоисточником и моей жизни И моего творчества А раньше здесь вот жил в этом доме И ездил через границу Вот такая судьба А теперь приходится вот уже пять лет Значит, там находиться Тоже езжу на велосипеду на работу Только за двадцать За двадцать пять километров Говорят, что к жизни на границе Привыкают быстро А родной дом Не принято выбирать Середина Будо Особенный город Сумщины Стратегически важный Для нашего края Везде и всегда Можно найти плохое Но о хорошем Приятнее рассказывать Уходить я планирую После одиннадцатого класса Поступать я буду в Киев Буду, конечно, приезжать В свой родной город К родителям, к бабушкам Есть одноклассники, которые Ну вот прям очень сильно любят город И не хотят уезжать отсюда Я хочу отсюда уехать Поехать поступать в Пет В Киев А потом сюда вернуться И работать здесь Судьба из Буды В руках молодого поколения Нужно развивать свой город И при этом Не стоит терять того Что строили наши деды И прадеды День подходит к концу Солнце садится за горизонт И выпуска Середина Будо Близится к финалу Сегодня вы смогли прогуляться По украинско-российской границе Потому что вы посмотрели Выпуск проекта Моя Сумщина На телеканале АТВ Меня зовут Ярослав Гула И я поехал дальше Открывать города Моей родины До свидания